Что мне там в холле делать? Оставаться после урока. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет тушеная курица с картошкой. Готовили мы ее сами. Точнее, моя мама. Выглядит просто очень-очень аппетитно. Здесь немножечко вот осталось вот этого соуса. Соленые огурчики у меня здесь. И давайте приступим. Я обожаю именно крылышки. Выкладываем на тарелку. Ну, блин, это очень-очень классно пахнет. Конечно, все сеять не получится, но посидим с вами, покушаем, поболтаем. Кстати, здесь горлышко. Посмотрите, вы любите горлышко? У нас с братом из-за частей курицы вообще был целый скандал в детстве. Всегда. Я всегда хотела горлышко. И он тоже. Мы всегда ругались с ними за этого. А папа всегда говорил, Айка маленькая, поэтому горлышко должно достаться ей. Это жутко раздражало моего брата. Он говорил, и что теперь? Айке будет 99 лет, мне 100. И все равно Айка будет маленькая. Его так раздражало, что мне в чем-то уступают из-за того, что я маленькая. Просто у нас с ним небольшая разница в возрасте. Год, по-моему, и 8. Обожаю горлышко. По мне, это самая вкусная часть курицы. Мы с братом ненавидели только ножку. Вот из-за ножки у нас опять был скандал. Никто из нас не хотел кушать. Приходилось потом родителям доедать, так скажем. Ой, как вкусно, как вкусно. А как легко готовится. Рецепт тушеной курицы вы можете найти в инфобоксе. Переходите на мой, на наш кулинарный канал. И смотрите, я уверена, что вам понравится. Потому что настолько быстро. И все настолько вкусно. Прямо это рецепт для начинающих хозяюшек, так скажем. Вчера выложила для вас влог. Я надеюсь, что вы его посмотрели. В последнее время, что я делаю? Хожу по магазинам и думаю, что же можно подарить близким. Пиродным. Мне хочется в этот год поздравить всех. Ну, знаете, всех как-то скромно поздравить. Очень трудно выбрать подарок для моей мамы. Например, из косметики я ей ничего не подарю. Потому что она особо не красится. Правда, уходовой что-то можно подарить. Идея. Она у меня полненькая. Поэтому, к сожалению, из одежды тоже ей ничего не подаришь. Она любит прям сама, чтобы одела, примерила, посмотрела. А так, знаете, я на бум, когда покупаю, в конце получается так, что либо на ней плохо сидит, либо ей велико. Один раз я ей купила такую черную юбку. Там просто было без варианта, что ей будет маленькая. Размер прям нереально большой был. Вот. Когда я ей подарила, она одела. Мы обнаружили, что она просто в этой юбке плавает. Поэтому, если человек в теле, я думаю, дарить одежду, это как бы не лучший вариант. Плюс она расстроится, если как бы размерчик не подойдет. Поэтому, даже не знаю. А с папой вообще еще сложнее. Ну, что можно подарить папе? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто что кому дарит. Там у кого братья. Вообще, как вы думаете, нужно ли на Новый год дарить подарки? У меня у подруги был парень, и он говорил, что Новый год это тот праздник, когда никто никому ничего не дарит. Вот. А как вы думаете, нужно дарить на Новый год или нет? Я вообще считаю, что подарки это круто. Если даже я дарю, если мне дарят. По идее, я могу сама все себе купить, но... Когда тебе в качестве презента приносят какую-то даже мелочь. Ну, блин, ребят, это же настолько приятно. Я вот люблю делать так. Вот так вот макаем. Ой-ой-ой. Хлеб, кстати, тоже домашний. У меня мама сама его печет. Ой-ой-ой-ой. Просто пушка. Просто бомба. В общем, все при все я хочу уложиться где-то... Ну, недорого, если честно, около 10 тысяч. Подарки всем. Бабушке легко. Ночнушку подарю. Трусы какие-нибудь. Пару таблеток, которые ей нужны. Вот и подарок на Новый год. С ней вообще просто все. Что не подаришь, она рада. И все круто. Курица прям пропиталась. По себе. Я хочу поменять телефон. Правда, пока что меня немножко жаба душит. Хочу себе телефончик. Но если покупать, я подумала, покупать какой-то последний. А последний стоит так дорого, ребята. Почему больше всего мне жалко денег на телефон? Я могу объяснить. Я этот телефон купила, потому что мне не нравились качества моих историй. И купила я его где-то полгода назад. У меня даже есть влог на эту тему. Я подумала, вот, купила я этот телефон. Теперь мои истории будут качественнее. До этого у меня тоже был Samsung. Просто послабее этого. И Samsung, который я использовала до этого, его я тоже где-то, знаете, использовала, наверное, полгода. Может, чуть больше полугода. То есть, обычно люди используют телефон, не знаю, ну, год точно, два. Моя подруга Шелли вообще ходит с одним телефоном. У нее айфон уже, наверное, четыре года. Может, даже больше. Знаете, настолько аккуратно. У нее в таком состоянии. Прям вообще обалденно. А у меня... Что ни год, я начинаю менять телефон. Опять я недовольна качеством. Проблема в том, что... Я хочу такой телефон, чтобы на него еще и снимать влоги. То есть, для меня даже не столь важно, как фотографируют телефон. А сколько важно, как он снимает. Одно время я думала вообще просто купить влоговую камеру от Canon. Кайли Дженнер снимают на Canon 7X. Я думала, отличная камера, раз она снимает, надо брать. Но она, ребят, очень дорогая. И, по идее, можно чуть-чуть вот добавить и купить какой-то флагман, на который можно и снимать и ролики, и просто использовать как телефон. Вот. Поэтому я даже не знаю сейчас, на что мне делать, как мне действовать в данной ситуации. Вот что вы советуете. Мне кажется, в любом случае телефон не будет снимать так, как Canon. Просто у Canon очень много наворотов. Там, знаете, баланс белого и так далее. А тот же iPhone. Ну, не снимают они так. Правда, я не знаю последний одиннадцатый как. Смотрю я эти обзоры. Сегодня прям с утра. И какую-нибудь модель не рассказывает, начинают хвалить, что вот, отличный, супер. Я, когда свой телефончик покупала, тоже, знаете, засмотрелась этих обзоров. Думаю, все, идеальный телефон, надо брать. Купила, если честно, ну не вау. Не вау, конечно. Не знаю, где найти вау. Патя купил раньше, чем я телефон. Ее, в принципе, все устраивает. Но меня, если честно, нет. Вот мой Canon, да, он хорошо снимает. Я хочу такого же качества съемка на телефоне. Мне однажды очень понравилась съемка видео. Это был на Samsung Galaxy S9. Этот телефон я понимаю. Когда я сравнивала со своим Canon, вот что-то похожее. А все остальное, не знаю, там, игры, играть и так далее. Мне просто эти функции не нужны, понимаете? Я не хочу платить за это. Для меня важна стабилизация, баланс белого. Качество съемки. То есть я не особо, знаете, профи в этих терминах, но просто сегодня прям наслушалась. Ой, вилка. Куда ты, вилка? А вот и, кстати, мой дорогой, мой любимый телефончик. Это Samsung Galaxy A7. Я спросила вас в Инстаграме, хотите ли вы завтра роллы или все-таки снять шуму. Я сижу и жду голосования. Посмотрим, кто за что проголосует. Я очень надеюсь, что это будут роллы. Потому что хочется. Соскучилась по роллам. Нереально просто. Здесь девочка пишет, сними завтра роллы, пожалуйста. Сниму. Если проголосуете. Умеешь петь? Нет, вообще. Вообще не умею. У нас даже в школе был хор. И я помню, что кто более-менее мог петь, их брали в хор. Я настолько хотела попасть туда. Но меня, можно сказать, одну, по-моему, не взяли или нет. Ну, короче, человек, где-то, наверное, пять не взяли. Было так обидно. Но из этих пяти человек трое сами не хотели. А я, типа, петь не умею. Ученица по музыке сказала, а ты посиди. Если бы я попросилась, конечно, меня бы взяли, наверное. Но я, как бы, сильно показывать не стала, что прям я очень хочу в хор и так далее. Я просто сделала вид, что ну, не берете, и ладно. Ну, то есть, типа, я не расстроилась. Потому что, если бы я показала всем одноклассникам, что я расстроилась, они бы начали меня дразнить. Вот, тебя не взяли, а нас всех взяли. Тебе медведь на ухо наступил. Вот, чтобы это не слышать, я сделала вид, да я и не хочу сама. Что мне там в холле делать? Оставаться после урока. Мне неинтересно. Но внутри, в душе, я очень хотела в хор. Я завидовала всем тем, кого взяли. но я не подавала виду. Следующий. Сними клип на 100 тысяч подписчиков. Обязательно. Вообще, буду чаще снимать всякие видосы для инстаграма. Я уже это делаю, как вы видите. Я просто так хотела 100 тысяч до Нового Года. 100 тысяч подписчиков, но, к сожалению, не получилось. Очень жаль, но что поделать. соус, который внутри, вот просто ничего не надо. Просто макаем в этот соус и кушаем. Очень вкусно. Все, ребят, я наелась. Было нереально вкусно. Обязательно смотрите рецепт в инфобоксе. Готовьте тоже. Просто рецепт очень простой. В то же время вкусный, обалденный. А если вы хотите меня обрадовать, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Лайка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok